Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 940. Из двух городов навстречу друг другу одновременно выехали велосипедист и легковой автомобиль. Велосипедист ехал со скоростью 13,8 км в час, а автомобиль в 6,3 раза быстрее. Найдите расстояние между городами, если велосипедист и автомобиль встретились через 4,5 часа после начала движения. Автомобиль и велосипедист выехали одновременно навстречу друг другу из разных городов. Расстояние между ними с каждым часом уменьшалось, и мы можем вычислить, насколько это расстояние уменьшалось, если мы сложим скорость автомобиля и скорость велосипедиста. Давайте это и сделаем. Но скорость велосипедиста нам известна 13,8 км в час, а скорость автомобиля нам неизвестна. Нужно ее вычислить вначале. Сказано, что она в 6,3 раза быстрее. Значит, нам нужна скорость велосипедиста умножить на 6,3. Давайте умножим. 13,8 умножим на 6,3. Выполняем умножение. Как умножение натуральных чисел, не обращая внимания на запятые. 8 на 3,24, 2 в уме, 3х3,9 и 2,11, 1 в уме, 1 на 3,3 и 1 в уме, 4. 6 и 8,48, 4 в уме, 3х6,18 и 4,22, 2 пишем 2 в уме, 1 на 6 и 2,8. Складываем. 4,9,6,8. Пересчитаем, сколько у нас цифр после запятых в обоих множителях. Две цифры. Отделяем справа две цифры запятой. Получаем 86,94. Это километров в час. И это мы узнали. Скорость автомобиля. Вот теперь мы можем вычислить скорость сближения. Они же ехали навстречу друг другу. Значит, вот мы к скорости велосипедиста добавим вычисленную скорость автомобиля. 13,8 добавим 86,94. Обратите внимание, как мы записываем разряд второго слагаемого, соответствующий разряд под соответствующим разрядом первого слагаемого. Теперь нам нужно еще и уравнять по количеству знаков после запятой. Просто мы дописываем нолик у первого слагаемого. Так, 0 плюс 4, 4, 8 плюс 9, 17, 1 в уме. 3 плюс 6, 9 и 1 в уме, 10. 0 пишем, 1 в уме. 1 плюс 8, 9 и 1 в уме, 10. Запятую ставим под запятыми. Получили 100,74 километров. И вот это, насколько мы узнали, насколько километров уменьшалось расстояние между велосипедистом и автомобилем каждый час. Или просто запишем скорость сближения. Тогда и здесь мы должны записать километров в час. Это же скорость сближения. Значит, вот так и запишем. Километров в час. Скорость сближения. Теперь. В условии задачи сказано, что через 4,5 часа они встретились. То есть они вместе прошли расстояние между городами за 4,5 часа. Тогда если мы умножим скорость сближения на 4,5 часа, то мы и узнаем, а какое же было расстояние между городами. Умножим 100,74 на 4,5. Выполняем умножение как умножение над натуральными числами. Умножение натуральных чисел, не обращая внимания на запятые. 4 на 5,20. 0 пишем, да во уме. 7 на 5,35 и 2,37. 0 на 5, значит, вот мы 3 в уме записали. Второе 0 на 5,0. 1 на 5,5. 4х4,16. 1 в уме. 7 на 4,28. 1 в уме. 29. 0 на 4 и 2 в уме. 0 на 4,0. 1 на 4,4. Складываем. 0. 7 плюс 6,13. 3 пишем, 1 в уме. 3 плюс 9,12 и 1 в уме. 13,1 в уме. 0 плюс 2 и 1 в уме. 3,5,4. Считаем количество цифр после запятой. Всего 3 цифры. Отделяем 3 цифры. И получаем 453,33 и вот это километры. Это мы нашли расстояние между городами. Ну и теперь запишем ответ. Расстояние между городами составляет 453,33 километра. Задания выполнены. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. До свидания. До свидания.